Добрый день уважаемые зрители и подписчики канала. Сегодня речь пойдет про олеандр, вернее про пересадку олеандра. И даже не столько про пересадку олеандра, сколько про емкости, в которые я буду их пересаживать. Вернемся немножко назад, когда-то я показывал посадку вот этих кустов. Сажал я их тогда в 5-литровые вот такие контейнеры, какие-то приспособленные ведра, обрезанные пластиковые бутыля. Кусты уже выросли, их давно пора пересаживать. И вот тут я столкнулся с такой проблемой. Если купить, например, контейнер, а я даже нашел такой, уже связался с фирмой, заплатил им деньги. Правда, взамен ничего не получил, но хоть деньги вернули, слава богу. Так вот, если поставить любой, даже 10-литровый контейнер сюда, во-первых, это связано с подбором размера, потому что находится это все внутри деревянного умного контейнера. Когда-то видео я вам показывал, вот ссылочка выскакивает, смотрите. Контейнеры должны находиться в этом умном контейнере, потому что это позволяет сберегать там влагу. Олеандр растение, которое очень любит влагу поливы. Вот, поэтому любой контейнер, который поставишь сюда, нужно, во-первых, по размеру подбирать, во-вторых, как бы ты ни подбирал, все равно там будут зазоры. Зазоры, которые рационально не используются, пустоты. Но кто-то спросит, а почему бы в этот деревянный контейнер просто не засыпать землю, он предназначен для этого, и прямо высадить сюда эти три куста. Но ведь зимуют они в доме, а 50-литровый контейнер с землей, ну никак, я один в дом не затащу, просто физически, у меня сил не хватит. И вот тут мне пришла идея в голову, на мой взгляд, очень интересно и правильно. Я даже хотел воплотить ее сам. Я хотел купить плотный геотекстиль и из него пошить, умею я и шить, хотел пошить такие кубические, ну скажем так, контейнеры. Эта технология давно известная, отработанная, называются такие контейнеры Grow Bag. Grow это выращивать, а Bag это сумка, то есть сумки для выращивания. Они давно уже применяются в садовых центрах. И вот как-то в садовом центре я увидел такие готовые уже Grow Bag. Я попросил дать контакты производителей, кто их выпускает, они мне дали, я связался. Это наша фирма украинская в Николаеве находится. У них огромнейший ассортимент. Вот в описании к этому видео будут ссылочки на их сайт, на их YouTube канал. Посмотрите, там ассортимент действительно огромнейший, разных объемов, и там 5, 7, 10 литров, там, ну в общем, на любой вкус найдете себе и расцветкой, и многослойный, однослойный, разной плотности, геотекстиль, в общем, выбрать там есть из чего. Но когда я с ними связался, оказалось, все можно еще лучше сделать. Они сказали, давайте свои размеры, и мы вам пошьем по вашим размерам. Дал, пошили, прислали. Ну, размер я выбирал таким образом, чтобы сюда стало 3 таких контейнера, полностью наполненных землей, чтобы, тем не менее, оставался какой-то небольшой минимальный зазор, чтобы можно было их вытаскивать, но чтобы при этом объем вот этого деревянного контейнера полностью использовался. И чтобы они, конечно, не выступали сверху, чтобы, ну, все это как-то более-менее хорошо смотрелось. Мало того, эти контейнеры должны быть чуть ниже, для того, чтобы верхнюю часть можно было бы чем-то прикрыть декоративным. Ну, например, терамзитом засыпать, чтобы это смотрелось еще лучше. Ребята, пошили, прислали мне эти самые гроу-бэги, и сейчас я вам их покажу. И сейчас мы будем в них сажать олеандры. Ну, вот, собственно говоря, эти самые гроу-бэги. Размер у них 24 на 24 на 24 сантиметра. Ну, для моего случая это идеальный размер, как я считаю. Повторюсь, в чем смысл? Вот, наступает холода, наступает зима. Я их по одному достаю из этого общего контейнера, переношу, чищу, мою большой контейнер, переношу его в дом. И потом, опять же, аккуратно, вот с помощью вот этих самых ручек, аккуратно загружаю их внутрь большого контейнера. Получается красиво, эстетично и функционально. Помимо функциональности, вот такой для меня, у этих гроу-бэгов, есть еще несколько преимуществ. Первое преимущество. Вот, если взять, например, вот такой пластиковый контейнер, стандартный, современный, у него делаются всевозможные ухищрения, вот такие большие дырки в дне, большие дырки по бокам. Для чего? Для того, чтобы вода активно выходила, чтобы ни в коем случае не было застоя влаги у корней, чтобы корни не гнили. И для того, чтобы корни дышали. Вот это вот знаменитые корни должны дышать. Да, они должны дышать, им нужен воздух. Вот в этих гроу-бэгах это решается просто идеально, просто решается автоматически. Вот этот геотекстиль, он пористый. То есть он пропускает и воду, поры мелкие. То есть он пропускает и воду, он пропускает и воздух. Земля при этом остается внутри. То есть фактически корни ни в коем случае не загниют, потому что вода тут же отводится. И корни получают достаточное количество воздуха для нормального развития. Воздух корням нужен, повторюсь. Следующее, что очень важно. Есть такое понятие воздушная подрезка корней. Вот смотрите, если в пластиковом контейнере растение живет и растет, развивается достаточно долго, что происходит? Его корни развиваются во все стороны. Ну, нижние, понятно, через дырки могут выходить. А те, которые находятся, упираются в боковые стенки, там влажно. Они продолжают развиваться. И начинают развиваться вот так вот, вбок. То есть фактически накручивают спирали вокруг самого же себя. До тех пор, пока, ну если хозяин плохой, так сказать, не следит за этим, то будут они эти корни накручивать спирали до тех пор, пока растение не задушит само себя. Что происходит в гроубегах? Вот здесь, соприкасаясь вот с этой вот прослойкой, фактически корень попадает вот в эту среду, границу между влажным и сухим. Снаружи уже сухо. И этот корень, фактически соприкасаясь с воздухом, его кончик подсыхает. Он отмирает. И корневая система, ну как вот мы обрезаем, например, дерево, да, если веточку обрезать, начинают боковые образовываться. Точно так же и здесь с корнями. Кончик подсох, отмер, значит, начинают развиваться какие-то боковые корешки. То есть для развития растений это гораздо лучше, чем образование одного мощного корня. Ну, я имею в виду для контейнерных растений. Чтобы образовалось большое количество вот этих мелких всасывающих корешков. Плюс, безусловный плюс. Ну и, наконец, эти гроу-бэги, это великолепнейшая вещь для выращивания, скажем, растений с агрессивной корневой системой. Тот же самый, ну просто то, что в голову приходит, то, что я вижу вокруг себя в суммах. Тот же кампсис, например. То есть те растения, которые сильно расползаются. Малина, например. Почему бы не выращивать ее в гроу-бэгах? В общем, применение им достаточно хорошее. Есть, конечно, и недостатки у них. Безусловно, есть. Вот это вот быстрый отвод влаги и дышание корней на самом деле может обернуться для вас другой проблемой. Влага излишне отводится, но пересыхать они будут в таких контейнерах гораздо быстрее. То есть вот за влажностью здесь как раз нужно следить. Для этого в почвенной смеси, когда вы сажаете в такие гроу-бэги, добавляются специальные добавки. Ну, я, например, добавил у себя кокосовый субстрат. Можно добавить торф, который является достаточно влагоемким. Ну и можно, конечно, добавить вот такого плана вермикулит. Садовый вермикулит как раз предназначен для того, чтобы удерживать влагу. В моем случае вермикулит добавлять не нужно было. Я кокосовый субстрат добавил, они у меня будут стоять в общем контейнере. В общем контейнере, как я вам когда-то показывал, внизу есть клапан, который можно закрыть, закрутить пробку, проще говоря. И водичка там будет постоянно оставаться. А олеандры растущие, опять же, через пористую структуру вот этого гроу-бэга, будут постоянно пополняться водой в нужном количестве. То есть вот для олеандра, для контейнерного выращивания просто идеальный материал. Ну и, конечно, очень важный недостаток, на мой взгляд, это более тщательно готовить нужно почвенную смесь для этих гроу-бэгов. Почему? Если вы берете землю с садового участка, а многие так делают, добавляют ее как основной компонент, там в обязательном порядке присутствуют камушки, щепочки какие-то острые, даже стеклышки. Так, кстати сказать, и в покупной земле вот эти щепочки тоже могут встречаться. Это нормальным считается. Имейте в виду, это все-таки ткань. Поэтому почвенную смесь нужно готовить тщательнее, желательно, конечно, вообще ее просеивать, чтобы вот эти острые грани, какие-то острые предметы ни в коем случае не порвали вот этот ваш контейнер для выращивания, гроу-бэг. Ну вот, сейчас будем высаживать. Собственно говоря, почвенную смесь я приготовил. Это смесь садовой земли. Это я не просеивал, я просто руками перебираю, перчатки одеваю, просто все это переминаю. То есть, ну, вроде там нет ничего твердого и острого. Это добавление обязательно кокосового субстрата. Ну, а когда-то я показывал уже, для олеандра желательно создать питательную почву, поэтому немножко биогумуса я добавил туда, вот пакетик из-под биогумуса. Ну, я специально сделал это заранее, чтобы время не затягивать. Посадка, в общем, не требует никаких особых тут навыков. В отличие, опять же, от посадок во всякие горшки, пластиковые контейнеры, никакого дренажа внутрь-вниз насыпать не нужно, потому что влага фактически идеально отсюда уходит. Сейчас будем сажать. Кстати сказать, размеры хоть и маленькие, небольшие кажутся, 24 на 24 на 24 сантиметра. Но объем, тем не менее, где-то около 14 литров. То есть, это фактически в три раза больше, чем он рос. Напомню о том, что олеандр растение ядовитое, поэтому либо делаем все в перчатках, либо потом очень тщательно моем руки. Причем ядовитый, вплоть до смертельного исхода. Будьте внимательны. Итак, насыпаем на дно нашу почвенную смесь. Наполнил примерно на треть. Теперь достаем олеандр из контейнера. Вот видите, все оплетено корневой системой. Она уже пошла вниз, явно через дырки прорастать. Аккуратненько ставим, не разрушая. Ну и досыпаем, собственно говоря, все бока и до верха. После того, как весь контейнер заполнен, поднимите за ручки и вот так немножко побейте. Это уплотнит землю и надо будет еще немножко подсыпать. Естественно, после полива, а мы сейчас обязательно польем, земля еще немножко усядется и надо будет еще подсыпать. Ну вот, фактически первый мы посадили, сейчас посадим остальные. Ну вот, посадили. Сейчас, естественно, польем как следует. Ну и, конечно, как я сказал, подсыпем земля, потому что она осядет немножко. Немножко все-таки просчитался с размером, уж больно плотно они туда вошли. Но я думаю, вытащим осенью. Все-таки надо зазор давать немножко больше. Чуть меньше стоило бы сделать этот размер. Дело в том, что, когда насыпаешь в них землю, естественно, бока начинают немножко раздуваться. Все-таки это не жесткий пластиковый контейнер. Вот тут, опять же, небольшой недостаток вот этих самых гроубэтов. Ну вот, три олеандра я посадил. Осталось у меня еще два гроубэка. Вы спросите, для чего они мне нужны? Ну, есть у меня еще пару вариантов. Значит, первый вариант это вот жакаранда у меня растет. Она растет в белом ведерке. Я его поставил в кусты. Почему? Потому что, ну, самой жакаранде растению нужен свет, солнце по максимуму. А в то же время желательно, чтобы грунт был влажным. Поэтому вот этот контейнер стоит в тенечке, притененный кустами. Влага там хорошо сохраняется. Но первым делом, когда я туда смотрю, я вижу вот этот самый белый контейнер. Я думаю, если я посажу в черный контейнер, он более нейтрального цвета и будет более-менее гармонично смотреться. Кстати сказать, у производителя есть вот эти гроубэки самых разнообразных расцветок. Есть там и яркие, которые, наоборот, привлекают внимание. А есть и камуфляжного цвета. Поставив такой контейнер камуфляжного цвета где-то в кустах, уж точно будут смотреть на растение, а не на тот контейнер, в котором оно растет. Есть у меня идея с кампсисом. Я хочу кампсис вырастить в контейнере, а не в открытом грунте. Ну, не просто вырастить, а по-особому вырастить. То есть, во-первых, корневая поросль не будет так сильно расползаться, да и само растение, выращиваемое в контейнере, растет гораздо медленнее и гораздо сдержаннее, чем мог бы, в принципе, расти кампсис. Кстати сказать, возможно, вот эти гроубэки заинтересуют инжироводов. Ведь часто инжироводы выращивают инжир не только в открытом грунте, но и как контейнерное растение, занося его на зиму в подвал, например. На мой взгляд, очень удобно. Объемы, ну, насколько я знаю, для инжира 46 литров, где-то так используют объемы. Закажете, вам пошьют и 46 литров, это не проблема. Вот, есть, кстати сказать, я очень так, ну, с улыбкой воспринял, но тем не менее, у них, у производителя есть даже видео об этом, они делают гроубэки для выращивания картофеля. Там специальная технология, то есть, в несколько этапов это все делается, подсыпается землей, многослойная такая получается конструкция, но смысл гроубэка в том, что здесь такое окошко есть открывающееся на липучке. Можете поднять в процессе выращивания картофеля, следить за тем, как образуются клубни, и, скорее всего, даже вы можете в процессе роста эти клубни урожай собирать. То есть, растение будет продолжать расти, а вы потихонечку будете вынимать оттуда клубни. Ну, почему бы и нет, собственно говоря. В общем, как я сказал, ссылочки будут в описании к этому видео. Заходите, смотрите. Кстати сказать, ручки вот эти вот, они сделаны из полипропилена. Они достаточно плотные и прошиты через дно. То есть, ну, при большом объеме, при большой тяжести, в принципе, оторваться не должны. У меня на сегодня все. Смотрите видео, заходите на канал, подписывайтесь на мою страничку на ютубе, заходите в фейсбук, в мой блог. Всего доброго, принимайте правильные решения и ищите какие-то, ну, интересные, новинки. Всего доброго.